Всем привет, друзья, с вами Андрей, это канал Футбол от жизни и это продолжение нашей карьеры за тренера. Перед началом этого видеоролика хотел бы вам напомнить, потому что на моем канале вышел очередной выпуск про Вдик Пенальти, поэтому обязательно перейдите по ссылочке в описании, поставьте лайк, напишите комментарий, давайте проявлять активность. И также, кто не знал, у меня есть второй канал, игровой канал RNT, ссылочка на него есть в описании под этим роликом. Давайте подпишемся на канал, добьем 40 подписчиков, мне будет очень приятно. Ну а мы продолжаем. Сегодня у нас стартует второй сезон за Атлетико Мадрид, какой-то вообще сезон, где это можно посмотреть. Тренерская карьера, вроде здесь, результаты и список команды. Да, ну получается, восьмой сезон мы уже начинаем в нашей карьере за тренера. Мы закончили, вы, естественно, знаете как, на втором месте, провалили Еврокубки, провалили Кубок, там что-то в четверть финале вроде вылетели. Но мы переходим, вы отказались перед другим командой, встретимся в этом клубе. Действительно так. Поэтому посмотрим, посмотрим, что у нас получится из этого. Реал Овьеду в первый дивизион, Рай Валикану Малага тоже, Алмерия, Леванты и Депортиво Ла Каруна отправляются во второй дивизион. У нас сейчас еще и чемпионат мира стартует с сборной Испании. Мы вроде как не выигрывали еще ни одного трофея, даже чемпионат Европы вроде как, если я не ошибаюсь. А может и выигрывали. Джейден Санчо, первый игрок, который к нам присоединяется. Присоединяется он прямиком из Армении Биллфилд, но это Баруси Дорнут у нас. Так, цели в сезоне. Попытаться выиграть Лигу. Ну действительно, я согласен. Я не буду пока про Лигу Чемпионов ничего говорить. Давайте, действительно, нам надо Лигу выиграть, я так понимаю. Санчо за 7-6,5 миллионов присоединяется к Атлетико. Что еще? Данте переходит в Аймтрахт. Ну и все. Что еще? Давайте теперь посмотрим на мою команду. Так, давайте по позиции, наверное, выстроим. Да, по возрастанию. Вот. Облако Алисон в нашем составе как два вратаря. Что у них по возрасту. Одному 33, другому 34. Ну что, давайте для Алисона. Это 86 рейтинг, как только у него становится. Мы его сразу продаем. Хотя, ну это, вы видите, фактически прогресс у него примерно будет стабильный. Еще он до 36 лет играет на рейтинге 87. Ожидаемый, что он уже сбавит к 36 годам. Там к 35, наверное, с чем-то примерно. Уже будет у него рейтинг 86. Поэтому, ну в любом случае, посмотрим. У нас, я что-то не понял, что у нас проблема с защитниками. У нас почему два защитника центральных? Окей, сейчас разберемся. Я что-то не понял, когда я успел всех так продать. Кабак и Элведи. Странно, конечно. Альфонсо Дэвис у нас тоже новое приобретение слева. Ринан Ллойди тоже слева будет. Ну, на Мендеша мы продаем. Хакими Джеймс, Марио Фернандеш на продаже. Райс. Вот у нас Райс, как центральный защитник. Теперь-то все понятно. У нас три центральных защитника. И надо купить, наверное, сюда еще четвертого. На всякий случай, посмотрим. Бентакур, Паласиус, Борелла. И вот Ауар. То есть, четыре центральных полузащитника. Один атакующий. Это Давид и Ихатарен. Вот слева у нас Дембеле, Санчо. Ух, сколько здесь игроков. Что-то я не понял. Дембеле. У нас единственный левый нападающий. Санчо Гринвуд. Родриго, скорее всего, нам придется продавать. Я так понимаю. Я вообще не понял, почему так. Но получается так. Обоим по 25, кстати. Ну, Санчо повзрослее. Ну, давайте продадим Родриго. Я не понимаю, почему у нас так... А, нет. Мы с Санчо решили, да, с вами использовать. Вот что значит долго не записывать карьеру. Санчо мы с вами решили использовать на левом нападающем. Сейчас мы с вами это все, конечно, посмотрим. Как это все у нас будет выглядеть. Что у нас здесь. Парапарам. Есть, кстати, интересные игроки. Давайте теперь по общему рейтингу, по убыванию. Интересные игроки. Руй Патрисио, например. 74 рейтинг. Почему бы и нет. Но мы, естественно, ждем 75 рейтинга. Тогда и будем их подписывать. Как-то так. Давайте перейдем к плану игры. И соберем наш состав. Вот такой вот у нас получается состав. Джейден Санчо на позиции левого нападающего. Имеет рейтинг 86. Но я так понимаю, что если мы его будем чаще использовать на этой позиции, он у нас там... Ну, понятно, что будет у него рейтинг получше. Практически такой же, как и у Дембели. Поэтому мы нашли хорошего левого нападающего себе. Все. Замечательно. Ну, а теперь нам надо вот продать за этот сезон, получается, ну, так сказать, за летнее трансфер на окно. Ну, Мэндеша и Марио Фернандеша. И также теперь перейти к... Не к плану, а к переговорам и состав посмотреть. Мои команды. И самый низкорейтинговый игрок, так сказать. Так, ну, Марио Фернандеш, это понятно на трансфер. Джеймс. У нас правый защитник. Ну, что же. Добавим его в список на трансфер. У нас деньги, если что, есть. Игроки в списке. Здесь кто у нас? Делик. Их, да, нам надо купить Деликта. Он до сих пор еще настроен вообще замечательно. И денег нам должно на него хватить. Вот так. Три года. Ну, зарплата, правда, очень большая. Но не суть. У него отступные 131 миллиона. Мы за 40 его покупаем. То есть это очень хорошая сделка. Так, работа скаутов. Мне еще центрального уже мне не надо. Давайте правого теперь поищем на замену Джеймса. Не знаю, где я, конечно, буду зарплату искать. Потому что сейчас мы всю вбухаем практически в Деликта. Ну, ничего. Я надеюсь, у нас все получится. Продадим. Так вот. Брайн Джилл, Перес, Данте от нас ушли. Пришел Дэвис, Санчо. И все. Боаду плюс один к рейтингу. Из стартового нашего состава. Цель в сезоне. Понятно. Новичок молодежный. Все неинтересно. Надеюсь, сейчас мы продадим ненужных игроков. Это у нас фланговые игроки. Марио Фернандеш и Нону Мендеш. Ну, и также, если продадим Джеймса, надеюсь, у нас зарплаты все будет хорошо. Так. Важнейший трансфер. Куадрадо из Ювентуса за 52 миллиона перешел в Барселону. Это, скорее всего, уже молодой игрок. В ожидании матча с клубом Россия. Понятно. Мы играем на чемпионате мира. И, кстати, вот это 26-й год. Это, кстати, в Америке, если я не ошибаюсь, будет чемпионат мира этот. Мы старт... У нас вообще, на самом деле, очень легкая группа. Россия, Судовск-Аравия и США. Поэтому мы постараемся, конечно, победить в этом турнире. Потому что, ну, я дал обещание, если мы победим с европейской сборной все турниры, выиграем, то мы перейдем уже в Южную Америку. Там, скорее всего, бразильцев будем тренировать. Ну, посмотрим. Так, главное нам сейчас это победитель. Мы собираем состав. Сначала бы выстроить самых лучших игроков, а потом уже смотреть по тому, кто готов, кто не готов. Так, так, так. Ну, что же, вообще у нас вот такой вот стартовый состав на ваших экранах. Ну, естественно, сейчас мы будем смотреть, как плохая форма. Вот у Феррана Торреса, например. Поэтому мы ставим Адама Трауре на свою позицию. Все, вот таким составом выйдем против сборной России. У них, кстати, тоже интересный состав. Станислав Черчесов до сих пор тренер сборной России. Поехали. Испания-Россия. 3-1. Молодцы. Ну и русские тоже нам забили, кстати. Мы на первом месте. Пока что спокойно. Так, Альфонсо Дэвис в новостях. За 45, почти за 46 миллионов перешел из Эмью в Атлетика. Алисон может перейти в Арсенал. Всякие слухи пошли. Так, другие команды. Вот, Делихт. Он на зарплату хочет побольше. И на что-то много сильно. 11 миллионов они хотят. 58. Давайте 52 хотя бы. Вот так попробуем. А то сильно много они добавляют за цену Делихта. Так, Прату перешел, кстати, из Ревертплейта за 39 почти миллионов в Барселону. Поттер подал в оставку и уйдет сейчас в Бахию. Бензема переходит в Ювентус из Тоттенхэма. Но у нас ожидание перед матчем с Саудовской Аравией. Вот таким составом мы выходим на матч против Саудовской Аравии. У них, кстати, какие-то вот, смотрите, игроки. Насим, 85-й центральный нападающий. Невероятные какие-то рейтинги. Хотя про этих игроков мы даже ничего и не знаем. Поехали. Второй тур. Испания минимально обыграет Саудовскую Аравию. Россия обыгрывает США. И сейчас мы будем играть США. Россия как раз Саудовская Аравия, которая не играла, получается, 8 лет назад на домашнем чемпионате мира. Сборная Россия играла. Сейчас посмотрим, как мы сыграем против США. Так, а нам сообщили, что... Переговоры зашли в тупик. Вы серьезно? Ну, вот такие вот дела. Мы не подпишем, скорее всего, центрального защитника. Теперь Ида Лихт, к сожалению, к нам в команду не попадет. Ну, жаль. Дембеле получил предложение от Наполи. Но у нас ожидание перед матчем с США. Так, ну Дембеле мы не планировали продавать. Поэтому отмена переговорам. Ауара, хотя там в Аугсбург. Тоже отмена переговоров. Также мы что-то не посмотрели в этом году. Надо посмотреть возраст. Кто у нас самый возрастной игрок. Ну, это понятно, что вратарей. Дембеле, сколько тебе? Мы еще 29, поэтому в этом сезоне с возрастом у нас проблем нет. Будем только вот именно с рейтингом работать. Ну, что же, игра против США. Собираем команду. Вот таким составом мы выходим. США против Испании. У них он Пулишич, 82-й. И все. Остальных что-то я даже не вижу. Тимати ВА на скамейке запасных. Дест. Тоже на скамейке. Поэтому поехали. США против сборной Испании. И мы проиграли, кстати, в США с учетом 2-0. Но это нам не помешало с первого места выйти. Сборная России, к сожалению, проваливает этот чемпионат мира. Они сыграли в ничу Саудовской Аравии. Ну, что же, мы с первого места выходим. И теперь смотрим на наших возможных соперников. Чили пойдет. Греция пойдет. Иран пойдет. Марокко даже пойдет. Кодивуар пойдет. Япония пойдет. Шотландия. Ну, не хотелось бы. Так что вообще соперники нам хорошие могут попасться за второго места. Поэтому посмотрим. Сейчас уже это будет вроде как известно. Играем против Шотландии. Единственная команда, против которой я не хотел играть. Но вот так вот вышло. ДХ перешел в клуб Миланы из Мадридского Реала. Кстати, мы его продали разы. Я не помню. Так. Ну, Алисон слухи отрицает про переход в Арсенал. Так. Испания, Шотландия. Сейчас нам, естественно, надо что-то менять. Давайте я ДХ поменяю. Поменяю. Кто у нас может быть теперь капитаном? А никто не готов быть капитаном. Давайте все-таки я все равно выпущу Давида ДХееву. Потому что иначе мы так провалим чемпионат мира. 97-й у нас командный дух. Надеюсь, все получится. Испания, Шотландия. 4-2. Отлично. Бразилия победила Японию 1-0. Португалия 2-0 победила Судовскую Аравию. Бельгия 2-0 вынесла Грецию. Германия 2-0 обыграла Марокко. Турция 2-0 обыграла Кодиуар. Испания 4-2 обыграла Шотландию. Нидерланды, кстати, единственная команда, которая заняла первую строчку в группе, проиграла 1-8 чемпионата мира. Чили выходит. И Англия обыграла Иран. То есть из всех этих соперников я, естественно, хочу либо Турцию, либо Чили. Потому что Чили это команда со второй строчки из группы, которая вышла. Но у остальных просто нет желания никакого попадать. Ну а мы, кстати, попадаем на Турцию. Вообще замечательно. Так что, надеюсь, в четвертьфинале мы хорошо с вами сыграем. Борха Сайнц переходит из Аталанты в Реал-Бетти за 589 тысяч. Испания предстоит игра в полуфинале. Хендерсон переходит из Ливерпуля в Арсенал в предатели. А Дембеле может перейти в МЮ. То есть вернуться. Мы же его вроде только что купили. Не знаю, зачем смысл, какой его... Джеймса, кстати, пришло предложение из Уэстхэма. Цену можно, конечно, за него постараться поднять. 30,5 миллионов. Это чуть больше, чем его рыночная стоимость. Но ничего, попробуем. В любом случае, рисковать стоит. Здесь нам что-то не находят. Пока что правых защитников, к сожалению. Но у нас игра против Турции. Четвертьфинал чемпионата мира. Дехея уже все. Говорит, я не могу. Но будем стараться тогда без Дехея. Вот таким составом мы выйдем. Сейчас очень опасно, конечно. Давайте я на всякий случай посмотрю. Ни у кого ли нету вот этой капитанской. Нет, ни у кого. Значит, будет Карвахаль. Капитаном у нас на четвертьфинал против сборной Турции. Не знаю, что нам предстоит, конечно. Но поехали. И мы минимально проходим Турцию. Отлично. Бразильцы минимально прошли Португалию. Бельгия уверенно обыграла немцев. А англичане минимально обыграли чирийцев. Поэтому Бразилия, Бельгия, Испания и Англия. Очень серьезные нам соперники. И мы будем играть против сборной Англии в полуфинале. Но уже точно мы поборемся за какие-то медали. Но в любом случае для меня главное это победа. Потому что мы вроде как, я что-то не помню проиграли или нет. Первый наш чемпионат мира. 22-го вроде года. Я что-то не помню. Надо посмотреть было, вспомнить. Так. Моя команда. По Нуну Мэндушу пришло предложение. Кстати, замечательно. Сейчас постараемся его продать за 30, почти 7 миллионов. Скауты отлично нашли правого защитника хорошего. Трент Александра Арнольда. Мне кажется, это сразу попадет к нам в состав. Здесь нам нашли какого-то Наваса. Давайте тоже добавим. Ну и здесь лучший Бонет. 85-й рейтинг. 24 года ему. Ну что ж, переходим, сравниваем теперь. Делихта надо убрать отсюда. Ну естественно, я бы подписал Арнольда Трента. Хотя, очень неплохо здесь и на вас смотрится. Давайте будем максималистами, так сказать. Попробуем. Почему бы и нет. 4 давайте вот здесь. Здесь тоже так. 3 года. Отправляем. А вроде как я мог подписать Трента в МЮ. Ну что-то там не срослось. Или не помню, с кем это вообще было. Где-то я цену сильно там не добавил. Зажмотился где-то. И не получилось у нас подписать Трента. Вроде это было действительно в МЮ. Так. Чичизола переходит из Лиганеса в Альякану за 3 миллиона. Мы в полуфинале против сборной Англии. Вообще замечательно. Сейчас буду против Гринвуда. Тем более многих игроков, которых я тренировал в МЮ. Так. Тоби Алдервельт перешел из Тоттенхэма в Мадридский Реал. За 10 миллионов. Скорее всего уже молодой игрок. Но посмотрим, что он из себя покажет. Так. У нас по Джеймсу. Они за 28 все-таки готовы его подписать. Давайте. Джеймс возвращается в АПЛ. Правда теперь будет играть за другой лондонский клуб. За Уэстхэм. Но пока что по тренту предложения там повторные не приходят. Пачека переходит из Алавеса в Атлетиклуб Бильбао за 17, почти 18 миллионов. Так. Но вот не сюда. Надеюсь, там все-таки пришло предложение по тренту. Надеюсь. Да. Что у нас? 66,5 почти миллионов надо нам заплатить. И 11,6 миллионов в год. Мы соглашаемся. Трент Александр Арнольд теперь в составе Атлетика Мадрид. Все замечательно. Что у нас здесь? Ну, Мэндеша за 32,800 хотят купить в Баруси. Мы соглашаемся. Все. Надеюсь. И теперь давайте все-таки попробуем найти снова центрального защитника нам хорошего. Потому что Делихта, я думаю, мы 100% купим. Но вот, к сожалению, не получилось. У нас есть 12,700 на зарплату. Сейчас, если еще продадим Марио Фернандеша. Но 111 миллионов на центрального защитника. Мне кажется, мы точно хорошего должны купить. Но у нас игра против сборной Англии. Надеюсь, Дхея готов. Лучше Дхея. Так. Ману Санчес. Здесь у нас Эрик Гарсия. Это Карвахали Адриас Соло. Зубельдию давайте выпустим. Адаму Трауре. Ан Цу Фати. Все. Вот таким составом мы выходим. Надеюсь, все у нас получится. Испания против Англии. Смотрите, у них Гринвуд центральный нападающий. Санчо. То есть, посмотрим, кого я тренивал. Руни уже капитан. Райс, тем более. Тренд. Вот сейчас смотрите. Гринвуд, Санчо, Райс, Арнольд. Четыре игрока, которых я вот сейчас купил в Атлетике. Это англичане. Вы представляете? Я просто не задумываясь их купил. Но теперь это мои как бы соперники. Кто здесь еще? Магуайра. Я не помню, тренировал или нет. Бренан Уильямс на скамейке. Решфорд. Ну и вот. Много очень игроков, которых я действительно тренировал. Сейчас будет просто замечательно их обыграть. Надеюсь. Испания. 4-2. Мы в финале играем против Бельгии. Супер. И вот он, переход, скорее всего, Трента Александра Арнольда. Да, поздравляем его с переходом. Не удалось ему перейти ко мне, когда я был тренером Манчестер Юнайтеда. Наверное, неправильно, потому что все-таки играл за Ливерпуль. Переходить в стан соперников как-то было бы неправильно. Так, что у нас по моей команде? Элведи хотят купить Ви Юнайтед. Это Палмейрос нарисован. Ну, не знаю, наверное, все-таки это Ви Юнайтед. Будем название команды, наверное, больше доверять, чем Эмблеме. Я посмотрел. Мы не участвовали еще ни разу на чемпионате мира. То есть для нас это впервые будет финал. Но мы в прошлом, так сказать, турнире для нас на чемпионате Европы проиграли итальянцам по пенальти в финале. Мы это помним. Ну, вот сейчас для меня финал чемпионата мира. Мы играем против сборной Бельгии. Ну, на Мендеш покинул. Трент Александр пришел. Все, замечательно. Так, ну что ж, собираем состав на финал чемпионата мира. Ой-ой-ой, нервы действительно сейчас. И сердечко ёкает. Так, ну давайте здесь он останется тогда. И все. Ну, не меняем против состав. Смотрим, кого, может, я здесь тренировал. А вроде никого. Вот серьезно. Не было у меня какой-то здесь предвзятости к бельгийцам. Не покупал их. Ну что же. Бельгия против Испании. Я бы даже вот посмотрел, где сейчас идут бельгийцы. Они идут на девятом месте, ребята. Но это даже хуже, чем англичане. Надо их, надо их обыгрывать, надеюсь. И брать наш первый трофей со сборной Испании. Не получилось в тот раз на чемпионате Европы. Как практически с французами. Они проиграли на домашнем чемпионате Европы. Но выиграли следующий же чемпионат мира. Поехали. Мы выигрываем. Все, друзья. Мы обладатели с вами чемпионата мира. Супер. Бразильцы, кстати, выиграли матч за третье место. Поздравляю их с этим. Ну и все. Нам остается только выиграть чемпионат Европы. Вторая наша попытка. И сразу же мы уходим с поста главного тренера сборной Испании. Кстати, в сборной Англии был Уэйн Руни, капитан. Я его тренировал. Потому что я его подписал в молодежку. Из молодежки, когда он перевоплотился. Вот этот вот возраст поменял. Все. Вот. Фати мой дорогой. Дхэ, который я тренировал в МВ. Правда, почему-то он в перчатках до сих пор. Ну, странно это. Амал Фиттану. Из Дижона переходит в Эйбар. За 4 700. Рейтинг обновили. Мы все равно главные тренеры. Ну, лучшая у нас сборная, в общем. Дембеле. Снова предложение там от Манчестер Юнайтеда. Давайте посмотрим. Да. Но мы, естественно, отклоняем. Супер. Вот просто супер. Обновлены рейтинг национальных сборных. Дембеле. Переговоры с ними. Тренерская карьера. То есть, вот сюда добавляется, да? Да. Или нет? Где мы? Да. FIFA World Cup. То есть, здесь тоже со сборной трофеи появляются. Так что, вообще, замечательно. Вот. Чемпионат мира 26-го года. Испания стала обладателем. Вообще, замечательно, что мы еще и стали тренировать испанскую команду. Именно в этот момент мы выиграли чемпионат мира. Так. Переводим время. Идем дальше. Так. Бестергард переходит с Сангентона в Севилью за 17700. Алисон может перейти куда-то. Слухи только идут. Элведи хотят купить Вайнтракт. Я его не продаю же. Ему сколько? Ему 29 тоже, кстати. Но все равно нет. А. А. Мы это по возрасту, да? Чисто? Надо это по рейтингу нам поставить. У нас Санчо, кстати, наше вот главное приобретение стало нашим самым высокорейтинговым игроком. Так. Все там? Да? Больше нет. Так. Приглашение возглавить сборные. Ежемесячный отчет. Здесь у нас Борелло и Факими минус один к рейтингу. Уже звоночек такой. Ну и давайте посмотрим, какие сборные хотят, чтобы я стал главным тренером. Испания продлить, наверное. Россия, Тунис. О, ну я бы здесь, ну естественно, я бы выбрал здесь Уругвай. Почему бы и нет? Но я продлеваю сборные Испании еще на год. Ну естественно, два там потом до чемпионата Европы 28 года мы дотянем. Там уже посмотрим, выиграем. Значит будем сразу же уходить. Нет, еще будем ждать победы на чемпионате Европы. Так, формирование национальных сборных. Я вроде формировал, кстати, сборную перед чемпионатом мира, поэтому давайте ничего не буду изменять. Все-таки мы лучшая сейчас сборная в мире. Поэтому так все и оставим. Хименес переходит в Ювентус из Луверхэмптона. Алисон может перейти в Эвертон, а Облак может в Арсенал. Вот такие слухи. И у нас еще, так, Алисон все-таки пришло даже предложение. Мы ждем 86 рейтинга Алисона, и тогда мы его будем продавать. Дембеля снова Эмью предложение посылает. Элведи в Бейджинг-Гуан. Нет. Итак, открытие лиги. Давайте возьмем хорош старт. Будет легче завоевать титул, потому что мы только за чемпионатом. Теперь будем охотиться. Келлини переходит в Интер из Ювентуса. Так, ну и смотрим на наш состав. Давайте самых лучших выпустим, естественно. Так. Пуру-пум-пуру. Все. Вот такой вот у нас самый стартовый состав. Как я правильно, если понимаю. Ну, все готовы, только кроме Гринвуда. Поэтому Родриго, естественно, выйдет. Все. Вот такой вот у нас состав. Что у нас по капитанской повязке? У Кабака она была или у Райса? У Кабака вроде. Давайте оставим так. Все. Атлетика против Алкарона. Мы заряжены. Первый матч. Поехали. Уверенная победа 2-0. Ребята, молодцы. Но мы на пятом месте. Итак, лучший футболист Европы на данный момент. И это Неймар до сих пор. Поздравляем его с этой наградой. Так, давайте посмотрим индивидуальные титулы. Так, не сюда, не сюда. Что-то я опять на себя решил. Внимание заострить. Так, Неймар, Эдуард. И на третьем месте, кстати, Холлан, которого я подписал в МЮ. Так что молодец, Эрлинг. На третье место он стал лучшим футболистом Европы. Неплохо. Давид теперь у нас плеймейкер. Оба здесь предложения из Арсенала. Точнее, от Арсенала пришло. Естественно, откровняем. Но тоже по облаку. Давайте. А я не знаю, что по облаку-то сказать. Ему, он на год младше, чем Алисон. Давайте также, наверное, 8-6 рейтинг. Потому что возраст. Я смотрю, облаку вообще не мешает играть на высоком уровне. Так, а у нас состоялась жеребьевка Лиги Чемпионов. Давайте посмотрим. Мы, естественно, в ней участвуем. Все-таки вторую строчку заняли. Шахтер, Атлетика, Брюгге, Динамо, Загреб. Ну, неплохо. Шахтер как победитель, наверное, чемпионата Украины. Мы со второй строчки из чемпионата вышли. Поэтому вот здесь занимаем вторую строчку. И, наверное, во второй корзине мы, естественно, были. Пассажир Челси Салтик Базель, ЦСК Арсенал Фейнорд Норшленд, Ювентус, Барселона, Бенфика Олимпиакос, МЮ, наш бывший клуб Милан и Динамо. Наш бывший клуб и Динамо Киев еще вообще замечательно. Реал, Ливерпуль, Ницца, Рейнджерс, ПСВ, Сити, Монако, Андерлехт, Спортинг, Бавария, Трапзон Спор, Йонг Бойс. Ну и все. По Лиге Европы, я не знаю, есть ли смысл смотреть только на российские клубы. Ну вот, Спартак, Тоттенхэм, Пао, Хераклес, Зенит, Фиорентина, АЗ, Сент-Джонс, Интер, Реалбетис, Рубин, Сент-Гален. Все, на этом все. Так, Делихт в группе смерти, а вот надо было переходить к нам, и тогда было бы все нормально. А Родине перешел из Интернационала в Реалбете за 13.300. Жоржинио переходит из Тоттенхэма в Сити. Облако в МЮ может. Ну, никаких пока что предложений мы, естественно, не получили. Так, что у нас здесь с Санчо? Надо имбелие, естественно, меняем. Вот таким составом мы выходим против Эспаньола. Выездная игра. Молодцы, ребята, 3.1. Неплохо, вторую строчку мы теперь занимаем. Давид теперь у нас Маэстро. То у него роль была плеймейкер, теперь он у нас Маэстро стал. Ну, неплохо развивается он канадец. Роберт Ибанес переходит из Лиганеса в Ассасуму за 524 тысячи. Ну, а у нас последние трансферные часы. Отлично, в последние трансферные часы мы сейчас можем продать Марио Фернандеша. Причем за хорошие деньги, 73 миллиона. Пытаемся, конечно, предложить Айнтрахту. По Стигу переходит из Ливанте в Ассасуму за 393 тысячи. Облак может в МЮ все так же перейти. Ну, вот и предложение теперь уже по облаку. Мы, естественно, отклоняем. Так, что там по Марио Фернандошу? Они за почти 5 миллионов согласны его купить. Давайте мы тоже соглашаемся. Все, уходит у нас Марио Фернандеш. То есть наварили мы просто деньги на нем. Это молодой Марио Фернандеш. Все. Даже он у нас сильно так и не играл. Шибасаки из Лиганеса в Райвеликану за 2700 переходит. Ну, а облак может перейти в Барселону. Буаду у нас эффект роли Маэстро. Гринвуд у нас эффект роли Трудяга. Все, мы завершаем летнее трансферное окно. Мы приобрели только Трента Александра Арнольда. Продали всех, кого не надо было. Это Джеймс и Марио Фернандошу. То есть всех тех игроков, которые нам не нужны были. Громкий самый переход. Это Милинкович Савич из ПСЖ в Челси. Интересно. Так. Что у нас по сообщениям? Сборная месяца. Облак Райс и Дэвис. То есть у нас очень хорошая оборона, как нам тут сказали. Так, играем против сборной Сербии. Но это все-таки все равно товарищеский матч. Поэтому немножечко прям так расслабленно тоже будем к этим матчам подходить. Вот таким составом мы выходим против сборной Сербии. Ну и проигрываем уверенно. Причем 3-1 сербам. Так, теперь у нас игра против сборной Аргентины. Вот таким составом мы выходим. У них до сих пор он играет вместе. У них три оттянутых форварда. Странная вообще схема. Но не суть. 4-0 мы выносим просто в сборную Аргентины. И мы стартуем в Лиге Чемпионов. Рядом со мной сидит Кабак. Причем. Так. Интрига сохранится до конца. Будем вот так все равно поджигать интригу. Так. Ну у нас первый матч против Брюги, кстати. А Брюги нас вроде, если я ничего не путаю, они нас и выбили в прошлом году. В Лиге Европы. Потом они мне еще предлагали стать главным тренером. Так что вот такие вот дела. Давайте я Санчо сюда поставлю. Вот таким составом мы выйдем. Ну что же, Лига Чемпионов. 4-2. Отличная победа. Ребята, молодцы. Хорошо начали. Мы на первом месте. Супер. Так, тренд Александр Арнольд превосходит все ожидания. Вообще замечательно. ЛВД у нас хотят купить в торгу Ерал. Мы пока что, естественно, отменяем. Мы ждем, когда нам там центрального защитника найдут. Долго что-то ищут. Может по этим еще посмотреть разок. Может Милитау подписать, я не знаю. Добавим пока что. Нам же все равно находили когда-то их. Не знаю, сейчас он будет готов переходить к нам или нет. Ну давайте посмотрим в любом случае, почему бы и нет. Так. Правых защитников уберем отсюда. Да, Милитау до сих пор, кстати, настроен перейти в Атлетико Мадрид. Поэтому вообще замечательно. Все. Отправляем по нему предложение. Ну и пока что. У меня самый низкий рейтинг в команде. Это у Боррелы. Поэтому надо нам найти центрального полузащитника хорошего. Сейчас у нас игра, кстати, против Асасуны. Давайте даже Алисона поставлю на ворота. Все. Вот таким ста мы выходим. Дам, так сказать, ротацию для облака. Пусть отдохнет. 3-0. Уверенная домашняя победа. Разгромная. И мы теперь на первом месте. У нас очень хорошая разница мячей. Плюс 7. Единственная команда с такой разницей. Супер. Ну а так 4 команды. Вот Атлетика, Валенсия, Реал и Барселона. Единственные 4 команды, которые на старте выиграли 3 первых матча. Санчо превосходит все ожидания. Ну замечательно. Они на свои позиции еще играют. И все ожидания превосходят болельщиков. Так, у нас переговоры по Милитау. Ну, на почти полторамиллионную стоимость. Ну и на полмиллиона годовую зарплату мы принимаем. Поэтому и для Милитау добро пожаловать в Атлетика Мадрид. Бывших своих игроков притягиваю все равно к команде. У меня очень много игроков из Манчестера. Но ничего. Все-таки мне сами скауты находят. Я лично никого не выбираю. Значит, игроки очень хорошие. Поэтому и советуют их покупать. Все-таки с МЮ я выиграл Требл. Теперь будем стараться вместе с Атлетикой это сделать. Так, у нас игра сейчас против Гранады. Все-таки облако поставлю на ворота. Вот таким составом мы выходим. Выездная игра. Надеюсь, все у нас получится. Минимальная, кстати, победа опасненько так. Ну и вот с Барселоном мы единственные две команды, которые выиграли первые четыре игры на старте. Становление нового таланта. Про Трента говорят. Но неплохо. В 28 лет, что бы не стать талантом. Играем против Реалу Вьеда. Посмотрим, кто здесь подустал. И формы у кого может быть не очень. Вот таким составом мы выходим против Реала Вьеда. 3-1. Уверенная домашняя победа. Ребята, молодцы. Пять побед подряд. Хорошая у нас разница. На плюс один мяч, так сказать, мы обгоняем Барселону. Только поэтому мы на первом месте. Итак, Лига Чемпионов. Играем на выезде против Шахтера. Интересная нас ожидает игра. Вот такой вот у них состав. Так, но я не знаю. Давайте Алисона мы в любом случае тогда возьмем. Хоть у него и форма не очень. Хокки Ми вместо Трента. Я практически сейчас бы вообще хорошую такую ротацию сделал на этот матч. Вот такая ротация. 77-й у нас командный дух. Там рейтинг команды. Ну посмотрим. Мы все равно побеждаем 4-2. Дал ребятам отдохнуть. Мы на заслуженном первом месте. Райс и Санчо попали в сборную месяца. Замечательно. Это были мои два, так сказать, новых английских приобретения. Сейчас играем мы на выезде против Эйбара. Вот таким составом мы выходим. Уверенная победа на выезде со счетом 3-1. Ну и теперь у нас разница от Барселоны в плюс 2 мяча. Так, нашли мы центральных полузащитников Дебройна. Я его нечаянно добавил. Список надо убрать, потому что 35 лет. Куда нам такой игрок. Щен и нам нашли 19-летнего. Неплохо. В Джану он играет. Так что почему бы и не подписать его. А здесь нам Камовингу. Вот Камовинга вообще замечательный игрок. Кто знает, тот знает. На стримовой карьере у меня и в Спартаке играл. И я его и в Ивентус купил. Вообще замечательно. Так, давайте отменю вот с Дембеле. А Барреллу выставим на трансфер. Все-таки нашли уже хороших игроков. Ну и скорее всего я Камовингу бы подписал. Не знаю почему. Но вот правда. Чисто наверное из-за рейтинга. Хоть и Шоны помоложе будет. И на многих позициях других может поиграть. Я куплю все-таки наверное Камовингу. Так, ну раз мы нашли центрального полузащитника нам хорошего. Теперь надо искать снова центрального защитника вместо Элведи. Итак, у нас игра товарищеская со сборной против сборной Бразилии. Собираем команду. Я даже не знаю. Пусть у Сауля тогда будет. Раз на автомате у него дали капитанскую повязку. Пусть он с ней будет. ДХ не в форме. Ну а мы 4-1 проигрываем сборной Бразилии. Так, что у нас по Камовинге. Но они на 11 миллионов во-первых больше хотят. Поэтому давайте мы все-таки согласимся. А то мы уже с Делихтом дожмотились. Все, за 55 миллионов практически нам приходит Камовинга. И 10,5 миллионов у него будет зарплата. Так, теперь у нас игра против сборной Италии. Мы играли с ними. Кто знает, тот знает. В финале чемпионата Европы. Тогда по пенальти мы им проиграли, к сожалению. И теперь только из-за этого фактора мы еще остаемся на 2 года в сборной Испании. Ну что же. Реванш. Взяли реванш. 4-2. Отлично. Но мы вроде и после чемпионата Европы встречались сразу же практически. Итак, сейчас у нас игра в кубке. Духматчевое противостояние против Лиганеса. Поэтому давайте небольшую ротацию, естественно, сделаем. Кто там готов и играть. И в хорошей форме. И по усталости тоже сейчас будем смотреть. Вот таким составом мы выйдем против Лиганеса. На выезде первая игра у нас. Ребята молодцы. Уверенно 2-0 обыграли. Так, пресс-конференция. Гринут в составе. Это был верный шаг. Он стал ключевым. Давайте скажем. Да, все. Так, ну у нас ответная игра. Смотрим там по форме у игроков. Вот Кабак не сыграет. Райсу придется, наверное, играть через боль. Он и устал сильно. Давайте облако даже выпущу. Вот таким составом мы выходим. Домашняя игра теперь. 5-0 мы дома вынесли Лиганес. С общим счетом 7-0 мы проходим дальше. И будем играть против Уэски. Так, ну у нас сейчас третий тур Лиги Чемпионов. Первый круг завершим сейчас. И посмотрим, какие там у нас дела обстоят. Но нам надо... Так, что там по баррели. Кстати, теперь у нас трудяга. Но мы его все равно продаем. Посмотрим. Мы в любом случае на первом месте, наверное, сейчас будем. Даже если проиграем Загребу. Но посмотрим. Интересно в любом случае. Вот таким составом мы выходим. Так, надо Кабаку дать капитанскую повязку. И мы минимально обыграли дома Динамо Загреб. У нас 9 очков. После половины, так сказать, группового этапа. Но если так же будем продолжать, с первого места так и выйдем. Ребята, молодцы. Вот и Брюгель сейчас идет на четвертом месте. Хотя выбили нас в том году вроде в одной восьмой Лиге Европы. Но как-то так. Дембеле никуда не собирается. Про слух, что он уходит в Арсенал. Так, ну у нас игра против Реал Соседада сейчас. Вот таким составом мы выйдем. И что же, наша первая потеря очков. Как там Барселона, кстати, сыграла? Барселона проиграла даже Севильи, поэтому это вообще замечательно. Вот такая вот у нас ситуация. Севильи Реал, и мы ни разу еще не проиграли никому за сколько там? За 7 туров. Вот. Ну а Барселона и Атлетик Бельбау ни разу еще не сыграли в ничью, хотя уже проиграли. Но в любом случае, минимальное лидерство у нас теперь. Вам не удалось победить в прошлой игре? Вызывает ли это у вас обеспокоенность в связи с предстоящим дерби? У нас у соперника равные шансы, будем так говорить. Пришло у нас предложение по Баррелли. Снова Вестхэм. У нас уже забрали они Джеймса, теперь и Барреллу хотят. Ну давайте попробуем. 39 миллионов попробуем установить стоимость Трансера. Так, ну у нас игра в дерби, кстати, не ест за Реал. Очень странно выглядит, конечно, но симпатично. Вот таким составом мы выйдем на Мадридское дерби. Ну и мы побеждаем минимально, отлично. У нас лидерство все так же минимально над Барселоной. Барреллу согласен купить за 35 миллионов, давайте согласимся. Итак, сейчас у нас игра против Малаги. Вот таким составом мы выходим. Уверенная победа дома. Минимальное лидерство над Барселоной. Так, сборная месяца. Гринвуд и Альфонсо Дэвис. Два игрока у нас снова в сборной месяце. Ихатарен плюс один к рейтингу, хорошо. Дембеле минус два уже, вот так да. Возраст на ему все-таки дает уже о себе знать. И у нас игра четвертого тура Лиги Чемпионов. Играем против Динамо Загреба. Вот таким составом мы выходим на выездную игру против Динамо Загреба. Минимальная победа, замечательная. 12 у нас очков. 5 очков лидерства над второй строчкой. Итак, нам предлагали, кстати, стать главным тренером Барселоны. Нам вроде уже предлагали, кстати, в том сезоне, не в том, стать главным тренером. Но мы отказываемся, естественно. Мы в Испании только за Атлетико Мадрид. Так, у нас сейчас игра против Севили. Собираем состав. 4-2 побеждаем. Уверенная победа на выезде. 4 очка у нас лидерство теперь уже над второй строчкой. Там Барселона, я так понимаю, проиграла. Так, Испания против Сенегала. Вот таким составом мы выходим. 4-1, уверенная и разгромная победа дома. Алисон перейдет в Барселону, слухи здесь идут. Но у нас игра против сборной Англии, кстати, это полуфинал, да, чемпионата мира прошедшего. Вот таким составом мы выходим. И мяча со счетом 2-2. Итак, у нас домашняя игра против Кадиза. Надо заменить облако, вообще без формы. Вот таким составом мы выходим. Разгромная победа дома. Лидерство у нас в 4 очка. Дембеле теперь у нас мастерище. Сейчас у нас выездная игра против Сельты. Вот таким составом мы выходим. Разгромная выездная победа со счетом 4-1. У нас лидерство уже в 6 очков. Замечательно. Мы единственная команда, которая еще не проиграла на протяжении 12 туров. Итак, сейчас у нас пятый тур Лиги Чемпионов. Играем против Брюги. Посмотрим, сможем ли мы им снова отомстить за прошлогодний наш позор в Лиге Европы. Ух, это уже был позор, что мы туда попали. Вот таким составом мы выходим. Ну и выездная, уверенная победа с счетом 4-2. Мы выходим уже без сомнений 100% с первого места. У нас шансов просто даже у Динамо Загреба нету выйти с первого места. Все супер. Итак, играем дома против Хитафи. Вот таким составом мы выходим. Уверенная домашняя победа. Лидерство уже в 9 очков. Мбапе удостоверил награды лучший футболист мира. Поздравляем его с этим. Давайте посмотрим, кто там главный, ну лучший тренер мира, естественно, еще посмотрим. Так, ну и второе, третье место, но этих ребят и даже не тренировал. Габриэль Жезус и Донорума. Лучшим главным тренером стал снова я. Только почему клубная команда у меня стоит прочерк? Меня как будто уволили из атлетики, либо это, наверное, только за мои заслуги со сборной Испании, мне дали, раз я стала чемпионом мира. Как-то странно, что прочерк стоит. Облак, Гринвуд и Райс попали в сборную месяц, снова англичане и моя оборона. Трудяга теперь у нас Дэвис. Ауар минус один к рейтингу. У нас выездная игра против Атлетик Клуб Бильбао. Вот таким составом мы выходим. Минимальная победа. Лидерство уже в 11 очков. Замечательно. Так, сейчас у нас домашняя игра против Райо Валийкану. Вот таким составом мы выходим. Разгромная домашняя победа 5-1. Лидерство в 12 уже очков. Вот таким составом мы выходим против Шахтера. Последний, шестой тур Лиги Чемпионов. Сейчас мы узнаем нашего соперника. И мы, кстати, проиграли в шестом туре. Но тут сильно даже победа этой Шахтеру не далась, потому что им надо было бороться сейчас именно с Динамо Загреб за вторую строчку. Ну и Динамо, скорее всего, там победили. Тут уже, наверное, по очным встречам смотрели. Так что вот такие дела. Мы с первого места выходим. Давайте посмотрим на наших возможных соперников. Челси может быть. Может быть Норшленд. Я согласен. Бенфику можно. МЮ лучше не надо. Ливерпуль тоже не надо. Андерлефт неплохо. Спортинг. Ну, то есть, мне кажется, сейчас нам серьезного соперника прям дадут. Так, Дембеля здесь приходит предложение от Барселоны. Хотят его вернуть. Мы отклоняем предложение. Так, она моя Ауара. Надо тоже, по ходу, продавать теперь. Он у нас самый низкорейтинговый теперь вместе с Барреллой. Давайте-ка посмотрим, успею ли я этого пацаненка купить. Шоны. Согласен ли он будет? Да. Вообще замечательно. Давайте вот так. Здесь вот так. Три года. Все. Отправляем. Так, МЮ хотят, чтобы я... Серьезно. Они хотят, чтобы я к ним вернулся. Но это интересное было бы возвращение, конечно, в плане реальности. Но так это бредово. Снова быть главным тренером. А МЮ, хотя уже я тренировал сколько их? Три года вроде. Но у нас сейчас, кстати, игра против Барселоны. Это очень интересно. Вот таким составом мы выходим. Ну и наше первое, я так понимаю, поражение. Сейчас мы глянем. Да. Но у нас все равно лидерство в 9 очков сейчас. Так, что у нас по Шоны? Они согласны его продать за 59 миллионов. Ну и зарплату тоже ему поднять. Мы согласны. Супер. Люка Шоу, вроде так, нет, Люка Шоу, а тут, я не знаю, Шон, Арс Шоу, я не знаю, как его правильно. Но у нас есть, кстати, еще денег, очень много. Почти 20 миллионов зарплаты на центрального защитника. Пока что нам что-то его вообще не находят. А тут вариантов-то больше нет. Ван Дайк и Савин Цу, но нет. Так, сейчас у нас домашняя игра против Вильяреала. Наше первое поражение сейчас было. Я не знаю, как болельщики это воспримут. Мы вот таким составом выходим. 3-1, уверенная домашняя победа. 9 очков лидерства над вторым местом. Сейчас у нас выездная игра против Реал Бетиса. Команда вроде у нас даже хорошая теперь собирается. Кого бы я бы не выставлял, все ребята с хорошим рейтингом выходят. Поэтому, ну, командный дух именно. Поэтому все у нас замечательно, мне кажется. Выездная игра против Бетиса. И после этой фразы мы теряем очки. Нулевая ничья. А лидерство в 7 очков в любом случае. Мой Е Анто стал лучшим футболистом Азии. Поздравляем его с этим. Дембеле хотят купить уже Вайнтрахт. Мы отклоняем. Но в любом случае мы его скоро продадим. Потому что здесь 83-й рейтинг. Мы уже от него избавляемся. Сейчас 84-й скоро начнем. Если, конечно, в этом году мы не выиграем все абсолютно. Обновленный рейтинг клубов. Занимаем мы теперь 12-е место. Я не знаю, какое мы занимали. Но если мы в этом году выиграем Трэбл, то я сразу буду искать другую команду, в которую мы бы перешли. Бустос признан лучшим футболистом Южной Америки. Так, нам предлагают стать главным тренером Джоэнг Сююнг. Вот. Из китайской суперлиги мы, естественно, туда не будем уходить. Так, ну и сейчас у нас получается последний матч в сегодняшнем выпуске. Играем против Валенсии на выезде. Вот таким составом мы выходим. Уверенная минимальная победа. 7 очков лидерства у нас. Ну и все. На этом мы и завершим сегодняшний выпуск. Полгода отработали очередные в Атлетико Мадрид. Уже полтора года, как мы в Атлетико. Но сейчас мне очень нравятся наши результаты. Идем в 7 очков лидерства. В Лиге чемпионов вышли с первого места. Кстати, не посмотрели, с кем мы будем играть. Давайте глянем. Так, ну давайте рейтинг голов сначала. Грингут у нас на третьем месте. 6 забитых мячей. Лучший ассистент у нас это Райс и Бентакур. По 2 голевые передачи. Ну и наш соперник. Внимание. Это Норшленд. Вообще замечательно. На даче до арсенала мы уж точно должны доходить. И там уже посмотрим. Вы отказались переходить в другую команду. Остаетесь в этом клубе. Да, мы остаемся еще в Атлетико. Ну, минимум на полгода. Вот. Дальше посмотрим. До летнего трансферного окна. Если мы выиграем трэбл, мы сразу же уходим. Мне просто главная задача это выиграть все трофеи, которые возможны только с Атлетико Мадридом. И тогда мы будем уже думать, куда нам переходить. Так. А вот и наши трансферы там поприходили. Давайте посмотрим. Это Камовинго, Шоне, Милитао, Дембеле. Он хочет продлить свой контракт, кстати. Так. Ауар не хочет продлять. Но мы и так его будем сейчас продавать. Хотя я не знаю, стоит ли. Давайте насчет этого, если я не забуду, мы в следующем выпуске это сделаем. Хотя, может быть, и сейчас на паузе. Это быстренько продлю там контракты со всеми. Вот. Также по рейтингу я сказал 75 клубу. Да, вот. Но я не знаю, как-то. Хочу их подписывать. Давайте. Подписываем Руи Патрисио. И подписываем Ильичча. Все. Два игрока по 75-му рейтингу. Мы, естественно, их сейчас сразу выставим на трансфер. Деньги с них только получим. В сборную месяца попал Гринвуд и Дэвис. Шоне перешел за 59 миллионов в Атлетико из Дженуа. Медина подал в отставку. Ну, этих мы не знаем. Это китайская Суперлига уже. Так, ну и вот моя команда. Ну, естественно, где-то, наверное, полгода придется отыграть. Но я их в любом случае все равно сразу же выставляю. Да давайте и в аренду, если что. Посмотрим там, что быстрее будет. Вот. Поэтому Руи Патрисио, Йосип Ильичич. Наши новые приобретения из молодежной академии. Ну и все. Сейчас у нас матч. Но мы его, естественно, будем уже начинать со следующего выпуска. Сейчас я продлюсь здесь на контракты без записи. Ну а вам большое, друзья, спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы. С вами был Андрей, канал Футбол. Это жизнь. До новых встреч, друзья. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok